Молодежь строить страну, жалко только что одну, мы бы построили бы и пять, а где усатых столько взять? Я к нам жить, и я к нам жить, зараз будем говорить. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Это Илья. Это Андрей. Мы захотели почитать районные прессы немножко и случайно попали в газету «Авангард» Буду Кошелев. Ну как случайно? Мы целились? 30 октября Буду Кошелев прошел молодежный форум. Он объединяет ярких, активных, неравнодушных и талантливых людей района и стал площадкой для конструктивного диалога. Что такое конструктивный диалог? Это когда ты сидишь в СИЗО, а к тебе приезжает начальник. Да. И говорит, что ты хочешь, чтобы изменить в Конституции? Для начала помыться в баню. Разрешите? Да. И покушать. И покушать. В начале мероприятия ведущий озвучил обращение президента Республики Беларусь Александра Лукашенко к молодежи, тем самым задав общий тон встречи. Я представляю, какой там был тон. К молодежи района обратился председатель Располкома Анатолий Гапоник, отметив, что именно за молодыми людьми настоящее и будущее нашей страны. Ну, спасибо. Интересные выводы. Сегодня нужны активные личности, которые будут продолжать строительство нашей республики. То есть строители. Надо еще отдельно подумать, что мы построили за эти 26 лет. Какую страну? Напишите в комментариях. Будет тяжело, говорит председатель, но если не мы, то кто? А почему будет тяжело? А мы же уже 26 лет что-то настроили. Да, но 26 лет... Не того настроили. Не того, не то строили. Анатолий Генрикович пожелал от себя лично и от имени районного исполнительного комитета. Если ты от себя лично, то ты уже не принадлежишь к Располкому, потому что это не твоя собственность. Сам лично ты себе принадлежишь. Наверное, вот правильно было бы. Я от себя лично хочу сказать. Но он собственность Располкома. Государство, конечно. Пожелал добра, счастья, здоровья, благополучия и поблагодарил собравшихся за активную гражданскую позицию. Вот мне хотелось бы знать, какая есть активная гражданская позиция у этих ребят, изображенных на фотографиях. Ой, 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 какое смятение на лицах. Флажки были. Ну, слушай, если бы ты жил в Будокошелеве и тебе не было бы чем заняться, кроме бар, спортзал и дискотека, то... Ну, спортзал-то, конечно, ты молодец, да. То БРСМ это большое разнообразие. Будокошелеве, дискотека, это и есть и бар, и тренажерный зал. Спикерами на форуме выступили представители учащейся и работающей молодежи. Юрий Котляров, Любовь Городная, Виктория Осипцова, Максим Лябко и Григорий Захаров. Музыкальные номера в исполнении творческой молодежи подбадривали и создавали настроение у собравшейся аудитории. Так, конечно. А если бы не было музыки, то как бы подбодрилась молодежь? Я чувствую, что у меня остались вопросы, да, у меня остались вопросы. Поэтому давай позвоним первому секретарю БРСМ и спросим, что же там происходило. А давай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу первого секретаря БРСМ. Я первый секретарь, слушаю вас. Меня зовут Андрей, как вас зовут? Максим. Мы читаем статью в газете «Авангард» за молодежью и настоящее будущее страны. И мы почитали и так и не узнали, а что предлагает молодежь Будокошелевщины по развитию страны? Ну, участие в различных акциях и так далее. А в каких? Ну, в каких? Много каких, я вам сейчас конкретно не скажу, которые планом приятны. Их множество. А кто план составляет, извините? Если у вас какие-то вопросы, приходите в БРСМ с вами обсудим. Я не могу к вам прийти, потому что я живу вообще в Октябрьском, а вы в Будокошелеве. И мне очень понравилась ваша статья и ваши конкурсы. Я сейчас не могу детям объяснить, что у вас там происходило. Они очень заинтересовались этим. Ну, как я вам сейчас по телефону буду тут все рассказывать и объяснять? Ну, хотя бы про конкурсы расскажите. Какие вы акции делаете, чтобы вдохновить молодежь на созидание, на строительство новой Беларуси или старой, не знаю. Да, множество акций, сократно. У нас же есть строотряды, множество, и волонтерские отряды у нас. Множество всего. Заходите на сайт, сайт БРСМ, там все написано красиво, рассказано. Скажите, а что движет вами? Что движет? Почему вы хотите быть волонтерами? Почему вы хотите участвовать в строительных отрядах? Вы вопросы задаете странные. Приходите, мы с вами это все обсудим. Максим, а как вы относитесь к той молодежи, которая выходит на протесты, которая хочет тоже построить новую Беларусь? Приходите к нам, я отвечу вам на все вопросы. То есть, когда вы меня увидите лично, вы захотите... Да, приходите ко мне, да, мы с вами пообщаемся лично. Ну что ж, спасибо большое, успехов вам в развитии. Все что вам, спасибо за звонок. Первое ощущение, что Максим перестраховывается с учетом того, что, видимо, они смотрят каналы, такие как «Страна для жизни» и звонки, которые совершались в разные органы власти, так скажем. Максим перестраховался и подумал, что он может попасть в ту же самую рубрику. Поэтому 10 раз он сказал о том, что необходимо прийти к нему лично. Я думаю, что это говорит о том, что на самом деле ребята из БРСМ занимаются показухой, и им на самом деле трудно, трудно самим осмыслить то, чем они занимаются. В том-то и дело, как ребята, состоящие в БРСМ, могут ответить на твой же вопрос, если первый председатель или кто он там... Первый секретарь. Первый секретарь не может дать вразумительного ответа. Мы с Ильей считаем, что первый секретарь БРСМ должен быть общительным и коммуникабельным, подкованным. Если ему позвонят неизвестные на рабочий телефон, он должен от а до я рассказать. Если ему звонят неизвестные, первым делом он надевает балаклаву, а после начинает разговаривать. Максиму, во-первых, мы хотим передать большой привет, поблагодарить его за терпеливость, за слог неплохой и за приглашение в гости. Не стесняйся того, что ты первый секретарь. Ты же не за деньги там. Есть, ну ты вообще выдумал тоже. Вот, мы вам тоже рекомендуем звонить должностным лицам, первым, вторым, третьим секретарям и спрашивать, а что происходит вообще у нас в районе, у нас в стране. И может быть тогда, тогда власть обратит на нас внимание и сделает соответствующие выводы. Или хотя бы ответит на звонок. Спасибо за внимание, до свидания. До свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин